МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интернет – это хорошо, но телевидение как-то привычнее. И так считает подавляющее большинство россиян, согласно последнему проведенному опросу в ЦИОМ. По крайней мере, это касается поиска новостей. Интернетом для этих целей сегодня пользуются 27% россиян, слушают радио и читают газеты по 3%, а вот в телевизионные выпуски смотрят 57% наших сограждан. Именно вам адресованы и ТСН-итоги. В студии Роман Явныч. Здравствуйте. И вначале главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большая вода меняет прописку с Ишимской на Вагайскую. И снова требуется помощь общества. Все выше и выше и выше. Насколько тура опасна для Тюмени, узнаем у гостя программы. Дорожные планы на ремонтный сезон. Где, когда, сколько и за чей счет будет отремонтирована проезжая часть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тимуровцы – это не пережиток прошлого. Молодежь нашла способ поздравить ветеранов. Доплыть до победы по разлившейся туре. Как тюменские моржи приручили паводок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе продолжаем изучать географию с помощью новостей о паводке. Теперь эпицентр не в Ишимском, а в Вагайском районе. Именно там на сегодня наиболее сложная ситуация. И прежде всего в селе Тукус, где подтоплено больше полутора сотен домов. Жители эвакуированы. Региональные власти прилагают все усилия, чтобы оказать помощь пострадавшим. На данном этапе владельцы затопленных домов уже могут рассчитывать на компенсацию в 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Как только вода уйдет, можно будет говорить о выплатах на восстановление жилья. В самом районном центре идет отсыпка дамбы. По прогнозу МЧС, угрозы подтопления села в Агай нет. Но теперь свой характер показывает Иртыш. Сложная ситуация остается на берегу реки Иртыш. Здесь у нас во вторых салах подтоплено два дома и 24 территории. И в селе Карагай подтоплено также два дома и 23 территории. Тем временем в селе Тукус ситуация стабилизируется. Вода в реке Агитка спадает. К примеру, сегодня уже минус 8 сантиметров. Тем не менее, остаются подтопленными 156 домов и 93 территории. Там работает съемочная группа Тюменской службы новостей. С места событий репортаж наших корреспондентов. Продуктов нет. Обещали привезти в Заболотный. Привезли, но продавали за деньги. На этом любительском видео первые дни паводка в селе Тукурс. Местные жители такого разгула стихии не ожидали. Говорят, последний раз так сильно топило лет 15 назад. Вот хозяин еще одного дома показывает, какую картину увидели, когда проснулись утром. МЧС сегодня наши, местные, помогли. Гуманитарную помощь привозят? Нет. Нет. Не было такого. Вот. Сапоги были. По сколько привезли сапоги в цена? По 1200. В селе затоплено 155 домов. Спасатели эвакуировали 340 человек, из них 119 детей. И главный вопрос у местных жителей – это денежные выплаты. Раз завтра получишь, завтра привезем, заявку сделали, сегодня перечислили, завтра получим. Сейчас все пострадавшие уже получили по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. На каждый подтопленный дом завели личное дело, чтобы потом оценить ущерб. Ситуация с паводком находится на контроле у губернатора. На протяжении последних 4-5 лет ситуация более-менее была нормальная. И мы проживали с вами года засухи, поэтому вроде бы эта тема откатилась. Вот теперь по новой эта тема пришла, я думаю, пришла как минимум года на 4. Поэтому наша задача и будет на месте оценить обстановку и посмотреть, если мы в дальнейшем будем принимать какие-то решения глобальные по данному населенному пункту, в каком формате они должны выглядеть, где мы будем брать финансирование на проведение этих мероприятий, для того, чтобы системно решить этот вопрос. Вода в реке Агитки, которая затопила село Тукус, пошла на спад. Но другие местные реки, Вагай и Иртыш, продолжают пребывать. Николай Смирнов, Любовь Губина, Тюменское время. Завтра в подтопленный Тукус планируют вылететь Владимир Якушев, чтобы на месте оценить ситуацию уже по традиции. Ну и также по традиции в Тюмени и в Тобольске для пострадавших от паводков в Агайском районе организован сбор вещей. В городе Наиртыше активисты «Молодой гвардии» дежурят каждый день с 10 до 20 часов в ДК «Синтез». Принимают предметы первой необходимости – постельное белье, чистую одежду и даже игрушки. Все это передадут жителям села Тукус. В основном сейчас нуждаются в электроприборах. То есть нужны электроприборы – это удлинители, чайники, блитки, может, маленькие, чтобы можно было готовить, пока вот спадает паводок. Нужно провести сбор до 8 мая, то есть перед праздником отвезти уже людям всю помощь, так сказать, чтобы встретить праздник с чистой душой. В Тюмени пункты сбора помощи открыты на Щербакова 88А и Дмитрия Менделеева 18 в торговом центре «Дарина». О пострадавшем от паводка жителям Ишима сегодня из областного центра отправили более 50 пакетов с вещами. Принесенные горожанами в центр «Семья» вещи уже завтра найдут своих новых хозяев. Собранные на специальном благотворительном счете 1 миллион 170 тысяч рублей среди нуждающихся распределит комиссия. В первую очередь деньги получат льготники. Тем временем администрация Ишима на своем сайте утверждает, что город полностью освободился от воды. Чтобы определить, можно ли жить в домах, которые несколько дней были подтоплены, специально созданная комиссия обследовала более 1300 объектов. Местные власти призывают жителей налаживать быт и возвращаться к привычной жизни. Средства на ремонт уже выделили. Первый транш по 30 тысяч рублей люди начали получать, напомню, с 25 апреля. На второй транш могут рассчитывать те, кто первый потратил по назначению. Сумма второй части матпомощи рассчитывается по следующей схеме. Общую жилую площадь в квадратных метрах нужно умножить на 2000 рублей, вычесть уже выплаченный аванс в 30 тысяч, после разделить на 2. Так, к примеру, для дома в 70 квадратных метров сумма второго транша составит 55 тысяч рублей. Напомню, первую фиксированную выплату в 30 тысяч получили 617 человек. До этого по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды получили 1413 шимцев, пострадавших от палатка. Некоторые горожане и эту материальную помощь направили на покупку стройматериалов для ремонта домов. По данным МЧС, всего по области на сегодня потоплено 163 жилых дома. Эвакуировано 362 человека. Из них 5 домов и 15 человек, данное по Тюмени. Уровень воды в Туре растет. Сегодня он поднялся еще на 10 сантиметров и достиг 8 метров 34 сантиметров. На улице Щербакова вода почти сравнялась с дамбой, поэтому было решено ее вскрыть. Кроме жилых домов, затопленными остаются дачи. В садоводческом товариществе «Родничок» работают сотрудники МЧС. Он как раз отрезан от внешнего мира, можно сказать, дорога залита. И где-то примерно наши инспекторы перевозкой занимаются людей и в то же время животных. Вечером у нас там как бы график составлен. Перевозка, значит, утром с 10 до 12, вечером с 6 до 8. По словам руководителя ГИМС, в ближайшие сутки вскрытие дамбы вряд ли освободит из-под воды затопленные дороги в районе Дока. Ожидается, что уровень там понизится всего на сантиметр. Готова ли Тюменская дамба к повышению уровня воды и когда он перестанет расти, узнаем у гостя во второй части программы. А пока рубрика «Обзор СМИ». В студии уже находится моя коллега Анна Чеханадская. Аня, добрый вечер. Добрый вечер, Рома. Я только добавлю, что Паводок, оказывается, внес свои коррективы в организацию праздника 9 мая. О чем речь? В принципе, неудивительно, но интересно узнать. Расскажу прямо сейчас. Сегодня прокуратура Тюменского района направила в суд материалы уголовного дела в отношении гражданки Таджикистана. Она жила по поддельному паспорту и даже пыталась получить мат-капитал. 36-летняя женщина подала в МФЦ заявление на выплаты за четырех детей. Но в выдаче денег ей было отказано. Паспорт вызвал подозрение. Все выяснилось позже. Автомобиль, в котором однажды ехала мигрантка, остановил сотрудник ГИБДД. При проверке документов установили. Паспорт женщине не принадлежит. Он вообще выдан мужчине, который его потерял. Фотография переклеена и внесена новая информация. Нарушительнице грозит крупный штраф, исправительные работы или арест на несколько месяцев. Об этом сообщает портал областной прокуратуры. Президентская библиотека оцифровала книги выделенного хлеба Тобольской губернии. Информацию об этом публикует Тюменская линия. Рукописные документы 17-18 веков предоставил Государственный архив области. Материалы отражают деятельность местных органов власти Тобольской губернии того времени и дают понять, сколько наши предки сеяли хлеба, собирали снопов и мололи зерна. Все это учитывала воеводская канцелярия. Это было место хранения приходных и расходных книг, росписи сборов, податей, а также государевые казны. Так что, кому интересна статистика прошлых веков, добро пожаловать в областную библиотеку. Издание «Вслух.Ру» сегодня подсказывает, откуда лучше смотреть салют 9 мая. Традиционный фейерверк в честь Дня Победы будут запускать в заречные части города, но из-за паводка в этом году площадку организуют на улице Береговой. Так вот, лучше всего праздничный салют будет виден с набережной Туры, моста Влюбленных, моста Челюскинцев и улицы Ленина. Начнется, Ром, огненное шоу ровно в 23 часа и продлится всего 15 минут. Но все равно люди каждый год едут смотреть на салют, а потом часами стоят в пробках. Согласись? Видимо, ощущение праздника дороже, чем время, которое потратишь в пробке. Спасибо, Аня. Спасибо, Ром. А мы продолжаем. Та площадка, где традиционно запускают фейерверки 2 мая, выглядела вот так. Это вид стуры. Как шутят тюменцы, выкладывая подобные фото в соцсетях, в Тюмени досрочно сдана первая очередь аквапарка. Конечно, желающих покататься на таких горках не нашлось. В МЧС перед праздниками прогнозировали пик паводка на 3 мая. Как оказалось, это был не предел. Готова ли областная столица к предельным водным нагрузкам, узнаем у замначальника ГУ МЧС по Тюменской области. Гость программы Сергей Зиневич. Сергей, здравствуйте. Добрый день. МЧС работает в штатном режиме. Экстрим какой-то есть или это нормально ваше состояние? Ну, конечно же, мы работаем не в штатном режиме. То есть мы работаем, как и остальные службы жизнеобеспечения. Помимо того, что у нас паводок, у нас еще и праздники. Мы работаем в режиме повышенной готовности. Но если говорить конкретно о руководстве главного управления, то с 30-го числа не было ни одного дня, когда бы генерал Алёхин со своими заместителями, с дежурными службами утром в 9 часов не собирался, не заслушивал отчет о том, что происходит и что прогнозируется на следующие сутки. И что у нас происходит и что прогнозируется? И что прогнозируется, да? К частности, о паводке, о туре, да? Тура сегодня 8.34. Ну, мы понимаем, что историческая отметка максимальная, которая зафиксирована, допустим, с 50-х годов, то есть она была за 9 метров, 9-12, 9-15. То есть до экстремального верха у нас еще запас есть. С учетом того, что за последние трое суток, то есть темпы роста, они составляли 10-11 сантиметров, то есть мы понимаем, что в ближайшее время у нас не ожидается чего-то критичного. Тем не менее, тем не менее, у нас есть понимание, что прогноз, который был сделан гидрометром изначально, то есть что уровень воды будет от 8 метров до 8.50, он приближается к верхней отметке. Но это не критическая метка, подчеркиваю, да, получается? Это не критическая метка. Это верхняя метка прогноза. Верхняя метка прогноза это 8.50, вы правильно говорите. То есть есть понимание, то есть к этой отметке готовились, что дамбы у нас выдерживают уровень больше 9 метров. Те строения, которые есть у нас перед дамбами, они все взяты на учет всех жителей. Мы обошли. Кроме этого, ежесуточно ведется мониторинг, да, где уже у нас придомовые территории подтопились. То есть если у нас есть Томская, да, улица, где вот там 17 этих домов, они традиционно там подтапливаются, потому что они до дамбы. У нас есть понимание, что если вода поднимется 8.50, 9, то 46 домов, они должны подтопиться. Как долго еще ожидается прирост уровня воды в Туре? Во-первых, вот этот уровень, он даже вот на гидропосте, где мост Челюскинцев, он отличается от уровня, который будет на Щербакова. То есть это достаточно относительное понятие. Тем не менее, тем не менее, вот был прогноз гидромедцентра 8.50. Тем не менее, для того, чтобы уточняться и для себя понимать и корректировать этот прогноз, мы, то есть главное управление МЧС, мы взаимодействуем с другими субъектами. То есть у нас Тура вообще известна, то есть течет из Свердловской области, поэтому те гидропосты, которые там есть, передают свои показания в главном управлении по Свердловской области, и мы автоматом берем у них. То есть мы отслеживаем та динамика, которая происходит. Какова динамика там? То есть вот по Туре стоит три гидропоста в Свердловской области. То есть это Санкино, Туринск и Туринская Слобода. В Санкино минус 21 на сегодня, то есть вниз идет снижение. Туринск сегодня первый день, город Туринск, ноль. Но здесь нужно понимать, что от Санкино до Туринска вот этот ноль шел 9 дней. Сколько будет идти ноль из Туринска в Тюмень, нам станет понятно, когда в Туринской Слободе появится ноль. И тогда мы можем уже с достоверностью достаточно высокой, процентов 80, сказать, что через 2-3 дня уровень стабилизируется. Спасибо, что пришли. Успехов вам. До свидания. Экстремальная в этом году выдалась весна. Хорошо, что массовых лесных пожаров пока нет. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на Ютьюбе и в группах «Тюменское время» в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. Вернемся в студию после блока новостей из районов области. Спонсор программы «Бинбанк» – один из крупнейших и надежных банков России. Вклад? Вклад. Ну, как бы объяснить? Дача. Размер важен, конечно. Вуз хороший. Сад с яблонями. Но здесь как в хорошей машине. Чтобы дети выросли, выучились и все, свобода. Открыл и понимаешь все хорошо. Надежность. А яблоки падают, падают. Это ваше будущее. Вот и все объяснение. Вклад под 10,75% годовых. Ваше надежное будущее. «Бинбанк». Инвестиционная активность Сибура породила небывалый спрос на жилье в Тобольске. Желающим приобрести квартиры практически не из чего выбирать. Хотя в минувшем году в городе было введено в эксплуатацию почти 150 тысяч новых квадратных метров. Это на 213% больше, чем планировалось. Аллея выпускников появилась в Упоровском районе. 400 сосен высадили школьники рядом с лесом Победы. По задумке организаторов, каждый из подростков должен определить для себя деревце, над которым возьмет шефство. И даже сможет назвать его собственным именем. В Заводуковской школах сдачу ЕГЭ впервые будут транслировать онлайн. Картинку в интернете обеспечат 40 веб-камер, которые установлены в 19 экзаменационных аудиториях. Монтаж оборудования уже завершен, проведено тестирование. Участницы войны 95-летней Зои Чугуновой в подарок от администрации Тюменского района сделали водопровод. Большая семья даже в складчину не могла подвезти к дому воду. Требовалось почти 300 тысяч. Сотрудники ЖКХ и администрации собрали нужную сумму сами. В режиме ожидания план дорожных работ на федеральных трассах Тюменской области готов, а вот денег на его реализацию пока нет. По программе софинансирования регион ждет от Росавтодора 450 миллионов рублей. Если в Москве пойдут навстречу, то в нашем регионе в этом году отремонтируют 172 километра. Было бы неплохо золотать дыры в Абадском, Галышмановском и Ишимском районах. О неидеальном состоянии покрытия в области говорит и статистика с начала года. Инспекторы ГИБДД выдали 709 предписаний за неудовлетворительное содержание транспортной сети. Такие цифры сегодня озвучили на профильном заседании. Но есть и хорошие дорожные новости. Мы заняли третье место во всероссийском таком вот проекте по безопасным дорогам, где после Мурманской области и Приморского окрая мы заняли третье место, а в Уральском федеральном округе первое, по снижению количества погибших на дорогах и получивших травмы в ДТП. Не останутся без внимания дороги и в муниципалитетах, и, конечно, в столице области. Сегодняшнего дня и по 15 мая включительно будет закрыт подъем на путепровод по Мельникайте с улицы 50 лет в ЛКСМ. Все это время будут проводить демонтаж бетонных блоков у пешеходного перехода и приводить в порядок барьерное ограждение. Объехать закрытый участок и подняться на путепровод можно через улицы Холодильная и Малыгина. В ГИБДД рекомендуют водителям планировать маршрут движения с учетом ограничений. Сегодня вечером уже перекрывали центральные улицы Тюмени. Еще раз это сделают 7 мая вечером, когда пройдет следующая репетиция Тюменского парада Победы. Ну а 9 числа телеканал «Тюменское время» будет по традиции вести его прямую трансляцию. Начало эфира в 10 утра. Наши корреспонденты будут работать сразу на нескольких площадках, пообщаются с ветеранами и тружениками тыла, чтобы из первых уст узнать, какой ценой была завоевана Победа, а на площади памяти, как и в прошлом году, будут ждать участников акции «Бессмертный полк» с фотографиями родственников и рассказами об их судьбе. Также наш телеканал проведет акцию «Бумажные журавлики». Поучаствовать может любой желающий. Инструкция поделки есть в официальной группе телеканала в соцсети ВКонтакте. Бумажную птицу с именем ветерана можно привезти 9 мая в нашу передвижную студию на площади памяти, начиная с 11 утра. Запуск журавликов состоится в 18.50. Ну а сейчас, в преддверии праздника, во всех уголках и страны, и области проходят всевозможные акции, приуроченные ко дню Великой Победы. В Тюмени молодежь проводит социальный субботник, причем проходит он не только по субботам. Школьники и студенты наводят порядок в квартирах ветеранов и в выходные, и в будни. А представители соцзащиты разносят традиционные праздничные продуктовые наборы. В гостях у ветеранов побывала и Яна Пелеховская. Социальный субботник начинается в среду. Тюменские активисты наводят порядок в квартирах ветеранов. Сначала пол, затем самое сложное для пенсионеров – окна. Моют тщательно. Говорят, это минимум, чем могут отблагодарить пожилых. Они молодые, все хорошенькие. И все делают, слушаются, что я говорю. И мне хорошо с ними. Не то, что одной дома сидеть. С начала года такая генеральная уборка прошла уже в трех сотнях ветеранских квартир. Сколько приберут к 9 мая, волонтеры стараются не загадывать. Ведь чистая плита – это пол-дела. Главное – общение. Нина Георгиевна – труженик тыла. Годы войны она провела на заводе. Производили турбины, моторы для танков и самолетов. Два часа в гостях у сильной женщины не прошли зря. Я считаю, если сделать какое-то доброе дело, то день прожить не зря. А в эту квартиру идут целые делегации. Судзащита, местные школьники и просто неравнодушные активисты. Хозяин Петр Александров отметил уже 93-й день рождения. Сталинградская битва, две недели в окружении, голод и, наконец, Берлин. Ветерану есть о чем рассказать. Он переплывал, уже тонуть стал, а потом, значит, мысль возникает, возникает. А может, война кончится. Может быть, маму увижу. И давай я опять карабкачу, карабкачу и кое-как. Сегодня Петр Александров получает подарки к 9 мая. От соцзащиты продуктовые наборы. От детей, стихи и самодельные открытки. Ребята получают информацию из первых уст, потому что только так, наверное, можно прочувствовать какие-то те или иные события, узнать более подробно моменты, чтобы уже, читая в учебниках, уже эта информация воспринималась по-другому. Всего в Тюменской области такие подарки получат более 16 тысяч ветеранов. Яна Пелеховская, Сергей Мякишев, Тюменское время. Дню Великой Победы посвятили свой заплыв по туре тюменские моржи. Накануне 23 любителя зимнего плавания из Тюмени и Заводолковска на протяжении 8 часов передавали друг другу эстафету и проплыли около 50 километров вниз по реке от санатория Геолог до моста Влюбленных. При температуре воды плюс 8 градусов каждый неоднократно находился в воде от 10 до 20 минут. По словам организаторов из клуба Аквайспорт Тюмень, эта эстафета вполне может стать традиционной. В планах проводить ее каждый год в мае с приглашением сильнейших российских и иностранных спортсменов. По аналогии с Красноярским заплывом Енисеюшка. Если там дистанция 38 километров, то у нас будет более 50. Вот таким мы видели начало этой короткой трудовой недели корреспондента Тюменской службы новостей. Итоги четверга завтра в это же время подведет мой коллега Дмитрий Чашков. У нас на сегодня все. До свидания и спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон»